Зайцы пушистые, всем привет! Сегодня разбираем с вами фильм с романтическим названием и с не менее прекрасным и романтичным героем. Полёты во сне и наяву с Янковским. С Янковским и с Гурченко. Это фильм 1982 года. Я его раньше смотрела, но вот ещё раз пересмотрела, себе некоторые моменты зафиксировано. Роман Балаян у нас режиссёр. О чём и о ком фильм? Фильм о таком сладком подонке, о любимце женщин, который к своим 40 годам, ну не сказать, что особо чего-то такого значимого достиг, что он из себя что-то такое очень ценное в этом обществе представляет, но продолжает он как раз выезжать во многом благодаря тому, что женщины его любят, от него мылеют, да, что они многое на что ради него готовы. Он с лёгкостью этими благами пользуется. Да, кстати, не только женщины его любят. Мужчины к нему тоже лояльны, благосклонны, и он радостно всё это потребляет, ну практически ничего не давая взамен, разве что какую-то свою улыбку, какую-то свою лёгкость. Вот этот вот наш герой Сергей Макаров в исполнении Янковского. Кто это? Это мужчина, который, ну, по общепризнанным стандартам красивый, привлекательный. Ну вот для меня такой типаж, он не очень привлекательный как-то вот, но поскольку вот так вот почитаешь комментарии, да, там под этим фильмом или там под другими какими-то фильмами Янковского, и там прям сплошняком, ну такой мужчина, ну как же забыть такого мужчину, ну такой красавчик. Ну то есть, да, видимо, вот с точки зрения многих-многих женщин он действительно красавец. То есть, по мне он худоват, не знаю, не очень я люблю таких вот смазливых, но нравится и нравится, в общем-то, да, не только же я выбираю, да, там, вернее, не я выбирала, да, героев на кастинг в этот фильм. Что мы знаем о нашем Сергее Макаров? Человек такой, я бы даже сказала, антисоциальный, диссидентский, то есть немножечко не вписывающийся в ту советскую систему, но это уже у нас 82-й год, это, по сути, 80-й год, времена-то посвободнее, полегче были. Это вам не коллективные такие 50-е и 60-е. Легко он очень относится к жизни, по большому счёту у него нет каких-то таких явных планов или явных целей. Он просто потребляет эту жизнь, просто живёт. К своим 40-ка годам он пришёл, в общем-то, да, ну, не сказать, что с какими-то серьёзными достижениями, по сути, то, что он имеет, это даже, ну, не его. Отец он никакой, ну, давайте будем честными, с дочерью он не особо-то общается и взаимодействует. Там квартира, насколько я понимаю, она тоже его, раз жена его там выгоняла, ключи у него забрала. На работе, ну, не имеет он какого-то такого особого профессионального веса. Начальник, добрый, очень интеллигентный человек в исполнении Табакова, ну, как-то вот его терпит, да, именно вот чисто из какого-то такого человеческого, что ли, отношения. Что у нас ещё имеет наш Сергей Макаров, помимо жены? Очень красивую любовницу, Алису, очень такая, конечно, девочка интересная, заметная. Но ему как-то вот вся его жизнь, она осточертела, надоела. Он же в ходе своего фильма несколько раз жалуется там женщинам своим, да, просто где-то в разговоре выбрасывает, что ему плохо, да, там, как-то ему тревожно, непонятно, он устал. То есть такая вот его метущаяся душа, она не находит заземления, что ли, какого-то, да, подтверждения какого-то. Но, опять же, не настолько он силён и решителен, чтобы, ну, явно уж, вот, да, какие-то такие кардинальные решения принять. Даже в ситуации с женой и с любовницей жена инициировала вот этот вот разговор, да, она там их, как это назвать-то, подловила и уже поставила вот эту вот точку. Он продолжал мяться и до последнего надеялся, что всё будет как прежде, да, когда вот они сидели в машине с Алисой и с женой Наташей. Он как-то так Наташу вбрасывал, что, ну, вроде как дома обсудим, да, что-то в таком духе. Что ещё мы можем с вами про него сказать? Ну, вот, понимаете, изначально человек, которому дана красота, даны какие-то такие ресурсы в плане обаяния, в плане коммуникабельности, он считает, что, ну, и дальше всё так будет, и он может просто брать от этой жизни. Ну, что он давал своим женщинам? Ну, возможно, хороший интим. Ну, да, лёгкость, какую-то приятность с ним было интересно, весело, но не более того, не было там какой-то надёжности. Более того, если бы он жил, например, в наше время, если не было вот этой вот жёсткой советской системы, где ты в любом случае получаешь какую-то зарплату, если ты сидишь в этом там своём чертёжном институте, в этой конторке, то сейчас он бы дауншифтером был, жил бы за чей-нибудь счёт и вообще бы не напрягался в этом плане. Поэтому даже и близко мы не можем с вами провести параллель, ну, с каким-то таким надёжным мужчиной, мечтой всех женщин. Но вместе с тем он реально является мечтой всех женщин. Вы посмотрите, как на него ведутся бабы от самой молодой до самой зрелой. Любовница Алиса, жена Наташа, столько лет его терпела, она умная женщина, да. Она всё это понимала и она просто, ну, ждала, либо он остепенится, либо он сам уже там какую-то точку поставит. Не было для неё прям каким-то вот ударом, да, она догадывалась. И она просто уже пришла к логическому такому решению. В его этой конторе Гурченко, который по нему 20 лет страдает после их какого-то там мимолётного романа. Девочка Света из его конторы, да, говорливая такая, глазастенькая, да. Её вот эти вот какие-то такие юношеские выпады его поддеть, подколоть, а потом, как она очень хотела поздравить его с днём рождения, ей всё не давать. Она тоже. Попала на станцию, на какую-то, да, тут же эта стрелочница на него прямо-таки запала, стала всячески ему, да, намекать ей чуть ли не звать его жить к себе. Если бы он не против, он бы остался у неё жить, и она была бы очень рада этому. Просто любые случайные, условно, там, проходящие женщины, никто к нему равнодушным не оставались. Он к этому привык, он к этому даже как-то так снисходительно относится, то есть он просто знает, что это и есть. То есть ему особо и усилий-то каких-то для завоевания женщины не приходится прикладывать. Посмотрите в сравнении с ним, как достойно выглядят любые другие мужчины. Скульптор, да, этот вот невзрачненький, который стал к Ларисе проявлять интерес, который её сопровождал, который разглядел в ней интересную женщину. Она действительно интересная, глубокая, умная, со вкусом. Но вот столько лет любила вот такого вот подонка. Ну, конечно, он не конченый, он не отморозок, он просто лёгкий, безответственный, он не задумывается о каких-то пластах ответственности, скажем так. Да, конечно, он не какой-то там потенциальный убийца, ну, в нём нет уж совсем чего-то такого деструктивного. Но как раз он деструктивен тем, что он даёт надежду всем женщинам просто фактом своего существования. То, что он рядом поулыбался, где-то комплиментик сказал, где-то чего-то как-то так обтекаемо пообещал. Вот она и попала, да, Гурченко. То есть, видите ли, достойные мужчины ей не были нужны, а поэтому она страдала. Да, вот она, невротическая любовь. Там, да, помимо скульптора, кто у нас? Коля его начальник. Приятный, очень добрый, милый такой мужчина, да. Много чего прощающий, очень человечный. Такой вот папа настоящий, да, их всему, этому коллективу. Хотя они там в большинстве своём по возрасту-то люди-то в этом коллективе были, да. Да, там 40-45 лет, примерно такого возраста, просто вот Света, да, вот эта у них молоденькая была. Даже тот же Андрей, по-моему, так его звали, герой Меншикова, новый друг Алисы. Тот и то выглядит на фоне нашего героя Сергея Макарова более каким-то таким мужественным и целеустремлённым. Он, понравилась ему Алиса, он крутится вокруг неё, он её сопровождает, он пришёл к ней под окна танцы там какие-то танцевал, да. Он пошёл бороться с Янковским в армрестлинге, он победил его. То есть когда вот по задумке режиссёра и сценариста вот этот вот Андрей, это некое альтер-эго Янковского, от которого он сам бежит. Ну, не Янковского, а Сергея Макарова, героя, от которого он сам бежит и которая, как бы, да, по носу его щёлкает. То есть смысл примерно этот, да, артистичный такой, лёгкий, да, имеющий большее будущее. И Янковского он раздражает, и он его как-то старается стороной обходить, то, что он понимает. В нём самом нет уже вот той энергии, силы, того запала, вот тех гормонов, вот этих вот молодых, да. Сколько этому мальчику Андрею, там, может быть, 25-27, да, моложе он Янковского явно. То есть практически любой другой мужчина на фоне него выглядит, ну, очень таким порядочным и положительным. Но как раз вот эта вот вся история иллюстрирует нам, наверное, всю странность, да, всю абсурдность, всё волшебство вот этой вот женской любви, женской привязанности. Но это классическая такая вот невротическая привязанность, да, привязанность невротика. То есть мы не знаем, что, например, у этой Ларисы было, да, у героини Гурченко, там, в её детстве, в её истории. Наверняка там какой-нибудь был отец, бросивший её, да, наверняка, может быть, там ещё какая-то более ранняя история любви была, где её мужчина также её бросил, и вот она залипла на этом красавчике, она страдает по нему. Ну, смотрите, у неё фотка его в комнате, да, стоит, она ему там и машину-то свою по доверенности даёт, и деньжат-то ему подкидывает, причём зная, что он баб на этой машине возит, да, что он на эти деньги там с девушками развлекается. То есть она фактически идёт на унижение себя, а для гордой женщины, для женщины, которая это осознаёт, это особенно больно. Унижение Ларисы и унижение Алисы – это разные вещи. Сейчас мы к этому вернёмся, давайте про любовь Ларисы закончим. То есть она, душа очень такая романтичная, экзотированная, истеричная, ну, требует её душа вот этого страдания. То есть поэтому, да, поэтому она вот во всю эту историю вляпалась, и она сама себя из неё не вынимает, да. Какое-то такое страдание даже на грани БДСМа, но в Советском Союзе, как бы, наверное, на такие темы-то не принято было говорить, но такое на грани унижения, и в этом она видит какую-то свою святость, да. Это пример как раз вторичных выгод. Я не строю личную жизнь, потому что я дико влюблена в какого-то человека, да. Я там не делаю это и это в своей жизни, потому что я страдаю из-за любви. Но это её выбор, она свободная женщина, там, без детей, без каких-то обязательств. То есть, ну, хорошо ей, и ей хорошо в каком-то смысле, но, да, опять же, она идёт на унижение, она очень страдает, и она до последнего надеется. Она думает, что она переждёт, что он нагуляется, что он придёт к ней. Это вот много-много таких историй, там, неважно, жёны и мужей ждут, или просто любящие женщины, да, любовницы, влюблённые. То есть, вот она история. Но ещё раз говорю, и унижение умной женщины, это больнее. Она осознаёт вот это своё унижение. Ей там как ножом по сердцу, она опять в это идёт, он как мотыльком ей помаячит, и она опять за ним идёт. Вот, да, недостаточно он ей, видимо, за 20 лет ещё дал по носу вот такими ситуациями, раз она ради него в очередной раз готова всё бросить, да, как она упоёмно, да, танцевала с ним на этом его дне рождения. Она забыла про этого скульптора. Она понимала, что страдающий Табаков там, да, где-то сидит. А ведь так вот, да, что Табаков, что скульптор, они перспективнее, хоть для разовых отношений, ну, и лучше, да, хоть для каких-то серьёзных отношений. А тут, ну, как бы рядовой, там, кто инженер, чертёжник, как раньше вот эти вот должности назывались. Теперь давайте про вот ещё раз унижение, да, унижение Ларисы – это одно, да, я своими руками тебя отдаю другим бабам, я знаю, что ты в очередной и очередной раз предпочитаешь меня, я у тебя запасной вариант, ты ко мне идёшь, когда тебе совсем хреново, тебе, да, ты когда уже как пёс бродячий, тебе денег не у кого перезанять, да, тебя прикрыть надо, чтобы на свидание к другим бабам идти, она всё это понимает, но она не может это в себе перебороть. Много в жизни таких историй, люди на консультацию приходят, и они не только у женщин, и у женщин, и у мужчин в равной степени. И я знаю, я осознаю всю её или его деструктивность, я знаю, что он, она меня обманывает, да, я знаю, что обманет меня снова, но я не могу отказаться, то есть аддикция любовная, зависимость, то есть оно уже прорастает в структуру личности человека, и чтобы изменить как-то ситуацию, вот что-то с Ларисой, это реально ей надо прям на несколько лет мощно ходить к психологу, либо ходить на какую-то, может быть, групповую психотерапию, а лучше и туда, и туда, но она не справится одна, то, что она варится в своей этой квартире, да, в этом своём неком алтаре вот этого вот героя Сергея, который она сама себе создала. Унижение Алисы, оно другое, она не понимает, что она унижается, она даже до конца это не осознаёт, и ей без разницы, она просто, она красивая, но она глупенькая девочка, да, молоденькая, лёгкая, живущая там какими-то своими нехитрыми интересами, ну чё, красивый мужик, да, весёлый, ну я с ним встречаюсь. Но вот вспомните вот эту ситуацию в машине, да, как там и жена сидела, и он тут попытался чё-то там разобраться между ними, хотя он, наверное, даже сам на тот момент, он просто действовал по наитию, у него не было как такового, какого-то решения, какой-то позиции, да, как он будет всё между ними разруливать, то есть, и она как-то, да, как она пряталась, когда она с ним в машине ехала, да, по его, ну, заданию, да, чтоб незаметно её было, то есть, в принципе, она, ну, привычная, что ли, к таким вещам, не коробит её и её достоинства. А кто, кстати, у нас Алиса была? Натурщица, что ли, да, или просто так её скульптором лепил? Да нет, наверное, натурщица, то есть, в принципе, она, ну, наверное, привыкла к каким-то таким более свободным отношениям, скажем так. Поэтому Алиса, по большому счёту, и роман этот от меня. Так, на компьютере у меня включилось, имя-то я сказала, вот она и подключилась. Как бы нам заменить-то другим имя? Давайте просто буду говорить «любовница», «Владай любовницей», имя нам, чтобы не повторять, а то сразу Яндекс тут у меня подключается с виртуальным помощником со своим. Вот, она легко очень выйдет из этого романа, не он первый, не он последний. Да, она была в него влюблена, но она это легко переживёт, и много у её жизни будет ещё и Андреев, и Сергеев, и ещё там каких-то персонажей. То есть, она и привлекла его своей там красотой, лёгкостью, беззаботностью, да, это некое отражение его, но нету там какой-то такой жертвенной любви, да. Любовь Алисы и любовь Ларисы очень разная. У одной жертвенная такая, да, там она всё готова положить на этот алтарь, она готова переступать через любые унижения. А другой просто, ну, как бы по приколу, по пану всё это, скажем так, да, реализовывать. И она же ведь, он намекал ей насчёт пожениться, вроде как прямым текстом говорил, она ему что-то там говорила, да, типа «ты дурак, что ли?». А правда, зачем он ей нужен? Денег он особо не зарабатывает, непутёвый он какой-то такой. Что он с ним делать-то будет? Родит ему ещё одну дочку Машу и также будет терпеть, пока он где-то там гуляет, по Ларисам там, по Светам, ещё по кому-то. Такие мужики, они в принципе никогда не успокаиваются. Не потому, что у них есть некая идея фикс, это не синдром Далжуана, это другое. А потому, что они сами по себе такие вот безалаберные, неопределившиеся. Если проводить некую параллель с осенним марафоном, а можно ведь её проводить, да, мужчина в кризисе среднего возраста, жена-любовница, какое-то такое достаточно сомнительное положение в обществе. Вроде как и приличный специалист, но какие-то серьёзные амбиции нереализованные и просто живу, просто маюсь. И по большому счёту, да и ни жена, и ни любовница не нужны, просто оно как-то так само сложилось, да. Тётка какая-то ещё прилипла, что у того, что у другого. Да, там Варя была чисто подруга, но тут Лариса влюблённая. Но суть-то примерно та же, это задачи, это уравнение без какого-то решения. Вот по идее бы, да, что с этим героем надо делать? Ему надо там смысл жизни искать, ему надо что-то хотеть, чем-то интересоваться, может быть кардинально менять профессию, может быть даже как бы поздно не было идти там в актёрство, да, идти куда-то там в шоуменство, ну или раньше там на тот момент, кто это были там, конферанции и так далее. Может быть идти детей тренировать куда-то в спорт, ну на тренерскую работу я имею в виду, кружок может быть какой-то вести, то есть ему куда-то сливать надо вот эту вот свою энергию, ему сублимировать надо вот всё вот это вот идущее от его либидо, иначе по сути он свою жизнь разрушил, он остался ни с чем. И на работе-то то ли уволился, то ли не уволился, и не нужен он никому. Ну посмотрите, какой был характерный там даже не эпизод, а целая вот эта линия, когда он уже после того, как ушёл от жены, когда он пошёл по своим женщинам, он пришёл к жене и к дочке, ну она всё уже, у неё всё переболело, перегорело, она не захотела его принять назад, жена. Заглянул он к дочке, дочка спала, потом приходила к ней на игровую площадку. Ну дочка была занята своими делами, она ему послала несколько поцелуйчиков и побежала дальше, но она привыкла уже жить без папы. Но он никакой отец, ну не занимался он ей практически. И то, что там жена его пыталась обидеть, взять на понт, да, что вроде как дочка не от него, да и он понимал, что это из-за обиды, но по большому счёту не важно, его это или не его дочка. Ему она ни в том, ни в другом ракурсе особо не нужна. В лучшем случае он к ней будет приходить раз в месяц, а скорее всего и этого не будет. Из неё даже и воскресный папа не получится, он слишком безалаверный. Пришёл он к Алисе, да, подоконул, видел там у неё этот Андрей танцы свои танцуют. То есть у Алисы своя личная жизнь и не особо-то она его ждёт, и там, да, какого-то такого принятия всеобъемлющего она ему и не собирается в этой жизни организовывать. Кто бы его принял? Его приняла Лариса, пригрела, как кота бродящего, да, там. Но и она ему не нужна, и она понимает, что не удержит она его, да, такого человека в принципе не удержит. Это такой вот кот-кот по жизни, да, и ходит он практически на протяжении всего фильма, вот в этом своём сером ободранном свитерочке, да, такой то ли волк-одиночка, то ли кот, но скорее всего больше кот. Всё-таки волк у нас ассоциируется с большей какой-то такой силой, да, где-то может быть, да, с властностью, там, доминантностью. Здесь этого нет, он просто такой вот путешественник по жизни, то есть нигде он ни в каком из этих уголочков не нужен. Как-то к нему ещё снисходителен вот этот вот начальник Коля. Вообще вот давайте по Табакову, по Коле, очень тоже странная такая, да, мазохистичная история. Вот это вот его любовь к Ларисе, он понимает, что она любит Сергея. Но он ведь мог бы как-то отомстить Сергею, он давно бы уже мог его уволить, он мог бы его слить, да, он мог бы не приходить к нему на день рождения, там, ещё как-то. Но, тем не менее, он одновременно, как-то жизнь его, что ли, улучшает, да, он ему помогает, он одновременно и какой-то вызов себе, что ли, им бросает, и пытается как-то к нему подсоединиться, что ли, чтобы, может быть, напитаться чем-то таким. То есть у него борются очень разные чувства по отношению к этому Сергею, какие-то такие отцовские чувства, да, и даже материнские, я бы сказала. Он ему не папа, Коле ему мама, он его жалеет. То есть поэта, хотя там он по возрасту не сильно старше его, там, лет на 5, наверное, постарше, там, ну, не очень понятно, по фильму. И вместе с тем, да, он периодически злится на него, злится как на, ну, красивого соперника. И причём сила-то Сергея в том, что он ни за какую бабу не борется, бабы сами за него борются, а он просто сидит и наслаждается, да, этим. То есть такой вот типаж чем-то похожий на героя, и самый обаятельный, привлекательный Володя, что ли, там, Абдул, который играл. Но Володя-то он тот был более такой начитанный, наученный, да, более нарциссичный такой, а здесь-то у нас Сергей, он не нарцисс, он и себя-то не любит по большому счёту, да, у него в жизни-то ничего нет, и никак он себе какие-то комфортные условия не создаёт. Вот это вот странная его линия, да, к маме он хочет, да, я думаю, тут дело не в любви, не вообще, мать-то есть она или нет, это как-то так и непонятно, может, её и нет, это просто его такое виртуальное путешествие. Мне кажется, тут дело не в том, что он её любит, он там перед ней как-то виноват, и он хочет загладить эту вину, нет. Дело тут в другом. Он пытается прийти к какой-то такой истине, как бы обратно забраться в утробу, что-то такое понять, осознать и родиться заново. Не просто так же нам фильм закончили тем, что показали сцену, как он лежит в этом сене, свернувшись на улице в позе эмбриона, и как бы зарывается этим сеном, да, он греется, он окутывает себя, он защиту себе какую-то строит, кокон, чтобы там, да, возможно, переродиться, возможно, что-то осознать. И вот на протяжении всего фильма вот этот вот символ матери, это не прямая связка мать-сын, это связка, да, мать как база, истина, как какая-то такая вот атмосфера, платформа, которая мне что-то даст. Мне плохо, он говорит на протяжении всего фильма, но никто его особо не слышит, никто его серьёзно не воспринимает. Да он сам до конца, наверное, и не понимает, а что значит вот это вот плохо для него. Ну то есть всё, что он в жизни создал, и вернее не создал, это всё, ну, благодаря ему самому, благодаря вот этому какому-то взбалмошенному такому характеру, да. Вот этот вот его юбилей 40-летний на природе, это тоже такой апогей, это такая пиковая ситуация, которая нам показывает истинное отношение его ближайшего окружения к нему. Его, в принципе, любят, к нему снисходительно относятся, к нему относятся все как к ребёнку, там, неважно, эти люди младше, старше его. Есть дико влюблённые, да, в него такие, как Лариса, готовые на всё. Есть, ну, как бы такие хихикающие, чисто присутствующие в его жизни, такие, как вот любовница его, да. Есть надеющиеся на что-то, такие, как Светочка из его коллектива. Есть относящиеся к нему поотечески, да, что это скульптор, что это Коля его начальник. А самому ему ничего не надо, ему ни с кем нехорошо, да, разыграл он эту какую-то странную сцену с тем, что он там, что он там сделал тут. Утопился якобы, повесился на этой тарзанке, да, и тут же выбрался. Он бежит, а бежит не знает куда. Это тоже вот здесь пример с осенним марафоном. Он правда не знает куда. И у него по-большому ничего нет. По-осеннему марафону-то у него хотя бы, ну, герой Басилашвили, дочь взрослая, там, квартира есть. Вроде как профессиональный статус получше. У этого же товарища у него вообще ничего нет. Как будут развиваться дальше события, что будет? Но он всё равно какой-то из баб приткнётся, будет просто пользоваться всеми благами и будет вести ту жизнь, к которой привык. И так будет до скончания его дней. Пока он уже не будет вообще немощный, вообще никакой. И так же он будет с этой бабой жить, будет якобы несчастлив, будет посматривать по сторонам. Но не меняются такие люди. Опасны вот такие герои тем, что их вот эта вот лёгкость, их какие-то такие метания, их вот эту неопределённость, женщины воспринимают как некую высокую глубину, как некую особую такую структуру личности, да, как какого-то такого уникального человека, которого они никогда не познают. Конечно, большинство-то мужчин, которые в их жизни присутствуют, они всё-таки более практичные, да, более такие основательные. А тут и близко этого мы не можем провести. То есть хорошо, что у нас есть такие фильмы, где мы можем воочию посмотреть на вот этот типаж. Я думаю, там у каждого, да, у человека в жизни был в своё время как... Ну уж я не говорю, что история любви обязательно, интерес определённый к такому типажу. Я сейчас говорю и про мужчин, и про женщин. Женщин же тоже таких много. Даже таких женщин ещё больше, чем мужчин, вот таких вот, как Сергей Макаров. То есть неважно, мужчина или женщина. Он такой лёгкий человек, привыкший пользоваться тем, что ему дала природа, беспринципный, безалаберный, неответственный абсолютно, да. Но за его красоту, за его доброту и лёгкость ему прощают всё. И по нему сохнут, а ему тоже как-то вот, да, и наплевать-то, и не в доме. Нет, он не то, что не в доме, он осознаёт, но оно, осознание это, оно не заходит куда-то глубоко в него и в его жизнь, да, в его голову. В общем, вот такая вот история. Просто делайте выводы и не ждите от вот подобных людей какой-то трансформации, каких-то изменений. Если у него и возможна трансформация, то, ну, она будет при каких-то очень трагических обстоятельствах, да, там очень много всего должно наслоиться, чтобы она произошла. Но вероятность этого крайне низкая, ничего там глобально не изменится. Друзья мои, пишите, какие ещё фильмы разобрать, про каких героев, про какие сюжеты вы бы ещё хотели поговорить. Кто смотрел фильм «Полёты во сне и наяву»? Делитесь, пожалуйста, вашими мнениями. Как вам фильм? Какие вы выводы для себя сделали? Как вам герои? Как вам Гурченко? Мне как-то, вы знаете, с возраста мне Гурченко прям больше и больше стало нравиться. Вот какая-то, вот в ней вот этот вот её уникальный надрыв, да, наэлектризованность какая-то такая, да, драматизм на грани с какой-то комичностью, но она, она необыкновенная просто. Вот как раз, когда ты много-много разных людей в своей жизни узнал, ты вот особенно ценишь такие самородки, да, она вот самородок. Это невозможно сыграть, она сама по себе такая. Её же все героини, они достаточно похожи, и она интересна, как-то вот играют все в ней вот эти вот грани вот этого её таланта. Сложные роли, и как могла, действительно, она донесла вот эту вот всю глубину своих страданий, вот эту вот безысходность какую-то. То есть действительно, ну, мне, ну, мне жалко её, опять же, я понимаю, что какой смысл её жалеть, если она сама ничего не хочет менять. Вот такой вот фильм про полёты, про жизнь, в общем-то, да, к сожалению, жизнь-история. И жена его вот эта вот, Наташа, да, красивая ведь женщина, красивая, терпела-терпела, но терпение закончилось. Мне вот, наверное, во всех вот этих вот персонажах вот позиция Наташи кажется такой вот, ну, адекватной, нормальной, она уже сказала, наконец, своя чёткая нет. Мне сложно понять, как там Коля себя поведёт, но мне кажется, он не скажет никакого чёткого нет, он так и будет за Ларисой ухаживать. То есть он в этом плане, конечно же, там слабину какую-то сам себе позволяет. Вот, друзья мои, в общем, делитесь вашим мнением. И напоминаю вам, если вам нужна моя консультация как психолога, приходите ко мне, записывайтесь. Мои контакты внизу под видео. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok